Игровой канал Ивана Фалиота представляет Кто это Торрес? И чем он заслужил смертный приговор? Он тамплиер, как Роджерс и Хорнигофт. Они хотели использовать обсерваторию в дурных целях, чтобы получить власть. С этим он мог бы учинить подлое насилие. Убивать, не оставляя следов. Ты понимаешь? Как если бы в засуху у кого-то была бочка воды, но он никому не давал бы пить из нее. Убийца, не замаравший рук. Да, похоже. Справедливо. Ну что ж, ребятки, всем большой привет. Меня зовут Иван, вы на канале Фалиота. 28-я часть приключений Эдварда Кенуэя в игре Assassin's Creed 4. Черный флаг. Наша задача пробраться в обсерваторию и помешать Торресу сделать его грязные, гнусные дела. Так, о, это с нами плывет подруга. Так, наверняка нам сейчас предстоит, наверное, предстоит противостояние с этими, как его... А, хотя вряд ли хранители-то, блин, мы там всех повырубали в свое время еще. Тут же хранители этой обсерватории еще тусуются. Поэтому я думаю... Ух ты ж, вон они их убивают, этих хранителей. Вот сволочь, а. Я их вручную там вырубал, помню как-то, когда мы первый раз сюда прибыли. Знаете, всех тут перебили, всех. Они проявили всю свою злобную сущность. Ну да. Не будем задерживаться. Бежим дальше. Но, на самом деле, перебили они еще не всех. Их здесь можно будет... Пленных. Сейчас там еще есть пленные, их можно будет освобождать. Поэтому, вы видите, он валяется. Крючится от боли. Так, очень... Ой, там еще один, смотрите, упал замерто. Что-то прям какой-то совсем бардак. Пардакович. Хопа. Ну, идти лучше поверху, как вы можете показаться, пока нам никто еще не попадается. Крокодил. Кого-то сожрал. Вот не повезло. Незавидная судьба. Участь у тех, кто у крокодилового лапы в пасть попадается. Они сразу глотают. Даже не пережевывают. У них нету жевательного этого. У крокодилов. Челюсти. Не так устроены. Сразу ням-ням и все. И приветик. Размельчили. Ой, смотри, тут прям какое-то зарево. Горево-зарево. Надеваем капюшем. Ага, ну все. Вот теперь здесь мы будем сейчас освобождать, собственно, этих. Так, вот первое. Не торопитесь только. Только надо аккуратненько, а то не сволочек подпал. Ага, вот так вот. Чман стоит. Так. Так. Неужели не заметил? Хо-хо-хо. Лошарик. Так, ну хорошо. Бедуины, бегите по своим делам. Древесины мне дали. А что вы тут собрались делать-то? Ага, просто, короче, они там. Начали оплакивать, наверное, своих. Да. Так, аккуратненько. Если нас спалят, их сразу тут же расстреляют. Традиционно. Так что надо поаккуратнее, не шуметь. На изготовке лучше держать. Это дротик усыпляющий. Так, все, готово. Бегите отсюда, друзья мои. И это быстренько убиваем. Так, четверых. Из семерых мы освободили. Теперь. Так, наверх туда залезть-то можно как-то, да? Да, как-то можно залезть. Да. Даже здесь можно пробраться. Ну что ж, хорошо. Это вам облегчит задачу. Только аккуратненько вот здесь вот ходит, да, вот этот вот товарищ. И не только он один. Этот засранец очень может все выпалить. У министре пал все нервы. Пришлось переиграть даже все заново в воспоминаниях. Сейчас вот не высовывай. Вот видите? На свой страх, ребятки, я это сделал. Не рекомендую вам таким же образом поступать, потому что он, зараза, все палит. Так, ну что ж. Еще один остался, да, дружок, у нас? А, нет, все. Тут трое было. Отлично. Отлично. Бежим дальше. Так, что здесь? О, это эти же камни, смотри, двигаются сами по себе. Так, как-то все вот эти вот формы инопланетные, какую-то новую причудливую, причудливую вообще образ приобрели в этой игре. Как-то все как-то непонятно. Раньше таких механизмов, они, конечно, были, но как-то все, какие-то черепки, черепков я не припомню, с кровью, чтобы кровь им была нужна. Вот, об этом, не знаю, может быть, в каких-то, конечно, там, письменах упоминалось за все игры. Я просто их не читал все, потому что тут просто дубу дашь. Мне это думал, потому что неинтересно. Ну, каким-то прям супер-труфаном, возможно. О, Матерь Божья! Мы ведь сюда шли, верно? Конечно. Так, ну что ж. Стереги тут, не пускай никого. Не беспокойся, справлюсь. Входим в очередной раз мы в эту... Странную, пристранную, ух ты. Их... А, вот это уже, вот это уже знакомое. Так себя яблоко вело вообще. Таким эффектом обладало. Так, летайте отсюда нафиг. И нам сейчас тут... Ну, хоть интересно, как-то сделали. Если динамичная какая-то интерактивная хоть. Хотя это уже было и в Разверхуде. Но как-то, мне кажется, в меньшей степени. Мы там под конец, я помню, тоже Дезмонтом лазили. По всем этим... Выезжающим, выступающим конструкциям. Монолитным. Сверхъестественным. Смотрите, какой-то прям эти самые. Полоски всякие. Что, интересно, все это означает? Это же какой-то механизм, блин, он за счет чего-то работает. Ни в одной серии, кстати, не говорится. Просто это какие-то технологичные, сверхтехнологичные устройства. И, кстати, самое что интересное, всегда строжайшая тайна. То есть никаких открывателей, никаких там, да, исследований не проводится, там, раскопок нигде. Только какие-то вот постоянные... Хотя, и в те времена раскопки, блин. Только вот бандиты и, собственно, и... И, ну, кто вообще, кто умудрялся оттяпать, тот и тяпал, собственно, все эти знания. Не уверен я, что... У ученых хватило бы... Хватило бы интеллекта понять, что я такой... Так, что-то, я так понимаю, нам куда-то не сюда. Наверное, вот куда-то вот сюда надо, да? Залазим. Нет, не залазим. Так, ну мать эту... А, во. Ух ты. Прыгаем? Блин, что-то я покоцался весь. Ну ладно, все страшно. Так. Сейчас сдохнут. Лежать, тварь. Так. Сквозь вот эту вот... Стенку они могут пройти? Так, синхронизация тут. Надо об этом... Обшкварчить их. Видите? Да, убейте стражу с помощью защиты обсерватории. Блин, исчезла, падла. Старайтесь их поменьше. Не убивайте их. Я имею в виду, собственноручно. Отталкивайте. Так вот, раз. Два. Успел, гонида. Толстяка, кстати, так просто нет. Все? Четвертый был, да? Все, да. Блин, бомбы жалованы. Мне так. Мишно дарахнуло, чтобы нас... Ух, тебе пинчина. Улетел. Так, ну последнего можно особо не добивать. Пускай он там стоит. Сам себя сейчас прикончит. Так, 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 аккуратненько. Ой-ой-ой. Парку, ранчарт. Так, вот по вот этим вот выступам, да. Аккуратно, аккуратно. Так, перелази, Эдвард. Батюшки, какой адреналин. Раш просто-таки. Да, поаккуратней. Не обожгитесь выступающие эти заграждения. Это не то, что не обожги, не обжечься. Можно умереть сходу. Так, залази. Какой тяжелый, прям тернистый путь к этому торосу-то прям лежит. Ага, вот он стоит. Блин, он защищен, что ли? Да, зараза. Да, не получается. Ладно, не будем тратить патроны. Перезарядимся на стеке пожарный. Что тут пристрелить? Не маячу, прям хэдшот. Не добил я его в свое время. Но никому не избежать горькой участи от рук Эдварда Кенуэя. Ибо вы сволочи все. А я Тартаньян. Ой, хватит гундеть. Уже поздно. Извини, но ты опоздал. Лежать. Старый дед. Которому тысячу лет. Капитан Кенуэй. Моя вечная заноза. Рад, что убьешь меня. Я лишь выполняю работу, Торрес. Как и ты в свое время. Как и все мы, боюсь. У тебя нет ни семьи, ни друзей, ни будущего. Ты потерял куда больше нас. Возможно. Но убив тебя, я исправлю ошибки куда серьезнее. Ты правда в это веришь? Дай тебе волю, и ты загонишь, человечество в уютную тюрьму. Пусть безопасную, но лишенную духа и безгранично унылую. Так что столько повидав и узнав за последние годы, я поверю в это. Ты тверд в убеждениях. Тебе к лицу. Странные слова Котороса. Как-то видите, они тоже примеряются. Которос пробудил нечто буйное. Что нам грозит? Нечто буйное. Если вы вернули, значит, ничего. Как это место зовется? Плаж капитана Кенуэра. Закроем все и уничтожим ключ. До следующего мудреца эти двери не откроются. В последний раз здесь были фиалы. С кровью древних людей, как сказал Робертс, но их больше нет. Тогда нам придется их вернуть, пока темплиеры не прознали об этом. Можете пойти с нами? Да, но... Странная какая-то весть его, что ли? Судя по его выражению лица, с Каролайн что-то случилось, по ходу дела, да, с его женой. Ну или кто она там приходится-то? Хотя, конечно... Неудивительно. Я так и знал, честно говоря, что с ней что-то произойдет. Нельзя любить кого-то на расстоянии. Просыпайся. Кажется, мы до сих пор еще толком не знакомы. Ой, Робертс. В этой эре точно. Это ты. Хотел бы я объяснить все странности, но времени нет. В общем, теперь ты знаешь Юнону. Я даже думал, что она сумеет завладеть твоим хлипким тельцем. Но что-то случилось. И она снова там, в плену. Ох, она некогда была великой. Из расы прекрасных, дивных созданий. Они создали вас. Ты в курсе? Люди были для них орудием. Только и всего. И станут снова. Надеюсь, скоро. Ведь мир почти готов к ее возвращению. Он ждет. Ждет второго пришествия. Ох. О-о. Они идут. Амплиеры. Или в этот раз ассасины. Идиоты. Все они. Завидую. Она хотела, чтобы тут был я. Это ее эксперимент позволил мне возродиться в виде этой твари. Лежать! Лечь на спину! Живо! Он вооружен! Направь меня, любимая! Я твое орудие! Опусти оружие! Бросай! Брось оружие! Бум. Да выпендривался. Все, отбой! Он там жив? Тело ранен. А заложник? Эй, как ты? Слышишь меня? Ау, отвечай! Залипаю. Не видишь, глаза закрываются. Странно. Уничтожил же он этот Эдвард. Тело Торреса. Почему он перевозродился-то? Опять разноглазый. И еще в наше время. Ну, наконец. Слава богу. На первый взгляд, все хорошо. Можешь стоять? Вроде могу. Так. А теперь походи. Так, вот один из последних штрих-кодов этих. Ну, на самом деле, еще далеко. Я не буду вам, ребят, таких показывать, как их все собирают. Сейчас мы пробежимся по основным сюжетам тут. И я покажу. Доктор заходил. Сказал, беспокоиться нечем. И что доза в шприце была существенно ниже смертельной. Ну, все. Я себе места не нахожу. Кошмар. Все улики указывали на тебя, а оказалось, это был Джон. Что мы нашли в его компьютере? У тебя будет все, что нужно. Я тобой так горжусь. Правда. Да, кстати, видеоролик готов. Посмотрим. Имеешь право? Давайте посмотрим. Что ты там за видеоролик? Зарендерили. Вот так. Загрузила в твою базу. Можно смотреть здесь или в анимусе. Он классный. Здесь точно передан дух той эпохи. Ну, удачи. И еще раз спасибо. Да, пожалуйста. А где посмотреть-то его можно? А, вот. В мире, где пираты правят морями, они узнают, что нет ничего святого, и все предаются пьянству, грабежам и разврату. Ола, леди! Этим летом Абстерго Интертеймент предлагает незабываемое приключение. Точите сабли, полируйте крюки, и в море с карибовскими дьяволами. У данного продукта еще нет рейтинга. Такой, знаете, как в кинотеатре, да? Реклама перед кино. Что-то похожее. Ну что, прикольно. Так. Всю вот эту вот мутату читать. А, это какое-то видео, что ли? Это мы уже все смотрели. Эра головорезов. Тизеры. Прикольно. Замутили. Оливье. Наш Оливье салатик сделал все это. Так, ну что. Я повторюсь, здесь нам осталось дособрать все фрагменты, все эти. И что теперь? Говори, идиот, смотри на свет. Это не батарейка. О, это Шон, что ли, с Ребекой? По-моему, батарейка. Прием. Прием. А, прошу прощения. Меня зовут Шон. За мной Ребекка. Моя сообщница. Привет. Хорошая работа. Правда, я серьезно. Мы получили все данные. Очень жаль, что наш человек оказался... Даже слов не подобрать. Фанатиком, наверное, иначе не скажешь. Выбора у нас нет. Именно, именно так. Мы хотели через Джона добраться до облачных серверов Австерга и, не побоюсь признать, использовать его. Конечно, мы не знали, что он решил использовать тебя и свалить на тебя вину в случае чего. Пожалуй, в конце концов все получилось как надо. Ну, почти все. Шон хочет сказать, что если ты можешь взломать что-то еще, мы за. Перед смертью Джон дал тебе третий уровень доступа. Используй его. Ассасина не тамплиеры. Заплатить мы тебе не сможем. Ну, найдем чем компенсировать. Так, пора закругляться, Бекки. 20 секунд. А, да. Удачи. Счастливо. Мы прекрасно поработали вместе, друг. И удачных взломов. Спасибо. Так, ну что, дали нам третий уровень. Полазим сейчас по всем серверам. Я все, повторюсь, показывать не буду. Покажу только самое интересное. Вот. Как это все взламывается. Ну, игра традиционная. Вернее, мини-игры вот эти вот, которые... Собственно, позволяют нам ломать. Ох, какие тут множители. Ну, просто, честно говоря, у меня нету сейчас желания в уме все высчитывать. Это очень сложно сделать математически, если у меня с математикой не то что это не лады. И у меня очень плохо было в математике с математикой. Я просто как-то в нее не всегда вникал. Не хотелось, вернее, вникать. Если вникал, то понимал. Но если не вникал, то у меня хоть кол на голове чеши. Так что... Я здесь делаю сейчас все наобум. Попадется, не пойдет. Да, я думаю, все так делали. Вряд ли кто-то сидел, тут калькулятор перед собой клал и высчитывал. Можно тут ориентироваться по волнам, но и то сориентироваться. Угадать, какая... Как это вот вся амплитуда тут выстроится в следующем числе сложно. Так, ну... Все, получилось. Ура-ура. Ну, вы, наверное, думаете, что это все. Но нет, это не все, друзья мои. Сейчас будет... Когда ломаешь сервер, его надо в два раза взламывать. Обычно это вот из числовых состоит вот этих вот загадок. Из числовой загадки. И плюс еще вот эти вот полоски красные, блин, мною ненавистные. Очень я не люблю ковырять этот шарик дурацкий. Сквозь тоненькие, блин, они чем, кстати, выше уровень доступа, тем сложнее. Так, ребятки, знаете, что я вообще подумал? Не буду я вас сейчас развлекать больше своими досужими разговорчиками. Посмотрите, тут два интересных видеоролика. Ну, самое интересное, что мне удалось тут откопать. Вот. И я думаю, нам пора попрощаться. Увидимся с вами в заключительной 29-й части моего прохождения. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, вам все понравилось. Всем до новых встреч. Как всегда, большое пока. Мы начали исследование жизни Радунха Гиду в период жизни с юношества и примерно до 30 лет. Но нас не впечатлила его чрезмерная сдержанность, перемежаемая вспышками гнева. Он явно не обладал необходимыми нам лидерскими качествами. Все же мы решили изучить его раннее детство в надежде найти интересные эпизоды в доколониальной Америке. Здесь хорошо видно, что в этом мальчике есть некая притягательная наивность. Однако наши специалисты сочли историю этого юноши весьма проблематичной. Изобилие фрагментов культуры Магавков мешает рассказать подлинную историю Америки. Далее. Язык Магавков, безусловно, станет проблемой для восприятия. Как следствие, мы считаем, что детство Конора может представлять интерес для более образованных зрителей. Широкой же аудитории она может показаться слишком чужой, скажем так. Наша группа рекомендует отказаться. Первые отчеты вселили надежду на то, что Эцио Аудиторе станет идеальным кандидатом для будущих проектов Абстерго. Его харизма, сексуальная притягательность и юмор делают его отличным лидером. Впрочем, Орден Ассасинов дурно повлиял на него. Увлекшись местью, он потерял все вышеназванные качества. Часто за Эцио замечали пассивное принятие зла. Его одолевали жуткие противоречия. Он проповедовал свободу мыслей, но при этом покинул дом ради того, чтобы нести людям свое извращенное кредо, как в случае с этой китайской девушкой. Заметьте, он ведет себя по-прежнему как старый распутник. Его характер строится на демагогии. Эцио утверждает, что главное в его философии – любовь. Но все проблемы он решает при помощи насилия. Как следствие, мы пришли к выводу, что развивать Эцио аудиторы до Ференция будет рискованно.